и снова здравствуйте всем привет и так давайте поработаем немного программе for artist 3 3.5 версия так значит файл так 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 open открываем модель смотрим текстуры как она покрашена так вот такая штукенция вот такой значит персонаж это будет львицы значит ребенок значит скачать его можно будет в группе vk где и все модели ссылку оставлю в описании так что тут такого видите все вынесено как в майке как 3d max вверх в принципе тоже самая боковая правая панель здесь вот object вынесен дополнительные вот эти вот transform set origin уже не надо допустим в object залазить с этой джину тут включать можно здесь вот его раз включили вот кому как удобно так что тут еще значит файл editor преференции то же самое значит все что как и в бендер просто дополнительные вынесены вот эти повторюсь значит функции все перед глазами так что тут значит точно так же меняется так где он тут интерфейс вот можно моду ставить настройку можно значит майку поставить вот будет как в мая но раз смотрим эту программу пусть for artist остается так что тут еще кеймап blender настройки здесь выбираете именно горячих клавиш как в blender как for artist и что тут еще значит значит interesting comparate какой-то проехали короче вот blender ставите здесь и горячие клавиши будут как в блендер ну погнали единица на нампаде n панель уберем так переключимся наверное вот на такой вот вид чтобы полегче все это дело работалось shift a горячие клавиши можно арматуру выбрать здесь или арматуру нажать сразу в верхней панели так видите что значит косточку не видно раньше мы заходили вот в эту функцию дата via port display и ставили in front много движений как это дело сделать быстрее заходим нажимаем на эту галочку в ее порт нажимаем нажимаем теперь вот на вот этот дисплей и жмем in front все все так быстро все удобно погнали тройка на нампаде заходим edit mode так верхнюю часть g поднимаем вот до этих пор по новому будем делать по прошлому ролику вынес я значит тазовую кость чуть подальше от таза и здесь добавляем косточку е можно еще одну добавить эту отвязываем alt p clear parent так почему не работает так а уже отвязалась значит через shift вяжем ее ctrl p keep of set следом так что можно следом давайте наверное это не так низко подведем так подведем наверно вот сюда чтоб сразу делать от нее хвост значит е вытаскиваем одну кость и теперь сабдивизии 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 пусть будет побольше так хвост чуть-чуть потом подправлю так теперь что еще погнали на верхнюю часть е вытягиваем косточку вытягиваем до плечевого сустава и погнали значит на голову и большую которая будет отвечать за голову вытягиваем теперь е вытягиваем косточку alt p clear parent g подносим к носу так теперь shift d делаем ее поменьше ставим на нижнюю губу выбираем shift d и ставим на нижнюю челюсть так теперь нижнюю челюсть вяжем к верхней ctrl p keep offset эту верхнюю вяжем центральной носовой ctrl p keep offset а вот эту уже вяжем голове через shift левая кнопка мыши ctrl p keep offset так есть такое дело единицы на нампаде теперь давайте вытащим одну косточку сделаем alt p clear parent единицы на нампаде сделаем r сделаем g так я сюда screen 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 не поставил не подумал да забыл так теперь это будет у нас включиться давайте чуть-чуть поровнее сделаем тройка на нампаде е до локтевого сустава теперь е где-то вот вот сюда и значит е на управление стопой выбираем g отводим е вытаскиваем управляющую кость alt p clear parent так теперь вот эту косточку через shift левая кнопка мыши ctrl p и по offset вяжем значит к управляшке плечевую значит ключицу вяжем вот к этой кости можно вот к этой привязать смотря где больше будет движения ну чтобы вот эта кость вряд ли будет двигаться ctrl p keep of set потому что она вроде бы и находится на плечевом суставе так теперь а как она выбирается теперь кройка на нампаде а а опа а вот переключимся на вот эту функцию забыл shift d и теперь транспозом отводим на заднюю лапу так выбираем вот эти косточки g подгадываем и теперь вот эти только нижние выбираем и голову вот этой косточки которая рядом вот так короче так раз и уведем чуть вот так вот так теперь что у нас g еще одна значит часть сгибателя ну а эту косточку так эту косточку g уводим задней части для чего чтобы потом управляшка понимала в какую сторону костям гнуться вот это надо вот так вот словом делать так это вяжем в тазовой кости control p keep offset так control p keep offset что-то у меня все говорю говорю за мышку и никак не возьму новую мышь так что еще теперь у нас самое интересное нам нужно эти косточки теперь подогнать бамс так под вывертом делаем так а вот эту нижнюю придется развернуть по лапе значит куда я в эту сторону да вот в эту сторону перекручиваем многовато вот так вот так что еще так ну можно эту конечно тоже подвертеть так так что теперь нам понадобится нам понадобится значит что вытащить какую-то косточку косточку вот так вот е отсоединить ее alt p clear parent r перекрутить сделать найти место под мышкой вот здесь вот тройка на нампаде и вытащить из нее еще одну косточку вверх так и одну косточку отвязываем alt p clear parent так уже отвязано значит теперь эти кости вяжем опять же к той косточке которая вяжется и плечевой ну это ключица ctrl p keep of set теперь выбираем эти две косточки shift D копируем и передвигаем их вот в эту значит часть так вот еще если вам нужно какую-то часть увидеть то вот вам уже в помощь вот эти вот вертелки вот здесь находятся вверху так ну в принципе что в принципе попало так ctrl z так поднимем чуть повыше так и чтобы ноге она не мешала потом сильно вот чуть-чуть вот не до середины а поближе сюда значит как ее назвать к задней части ну все только теперь вот эти косточки вяжем к тазовой ctrl p keep of set тройка на нампаде и что я еще забыл забыл значит так глаза по моему давайте я пока не буду глаза делать если что уже ну или давайте уже чтоб полный был значит персонаж давайте уже e alt p clear parent отсоединяем отводим заходим в object mode выбираем глаза тройка на нампаде тройка на нампаде транспорс set origin 3d так не 3d кроссов 3d геометрия и подальше от носа чтобы здесь не прошла настройка веса и привязки выбираем кости заходим в edit mode выбираем косточку семерка на нампаде ровно ее так хорошо отводим ставим в глаз уменьшаем s английская косточку делаем ее поменьше и она должна стать в центр глаза тогда он будет правильно крутиться и все будет хорошо так теперь тройка на нампаде и опускаем тут до середины шив д и вытягиваем косточку одну вперед теперь семерка на нампаде делаем шив д и утягиваем косточку на середину тройка на нампаде делаем s увеличиваем косточку и уменьшаем ну в смысле переворачиваем теперь вот эту кость направляющую вяжем к этой косточке ctrl-p, keep off set эту косточку вяжем эту косточку вяжем к голове ctrl-p, keep off set и косточку косточку вяжем тоже к голове через шив левая кнопка мыши ctrl-p, keep off set семерка на нампаде теперь нам нужно вот эти две косточки скопировать шив д и правая кнопка мыши мир x global кстати мир и тут должен быть вот он мир вот по x по y по z вот можно тут теперь нажимать очень удобно так и отводим на другую сторону так все глаза сделаны так персонаж сделан зайдем давайте в object mode выберем нашего персонажа зайдем в sculpt mode выберем тянучку сделаем значит диаметр побольше а вот он радиус ух ты многовато и немножко хвост подкорректируем значит под наши кости сильно я его задрал ну так будет нормально ну а теперь вяжем все это дело выбираем значит нашего персонажа выбираем наши глаза выбираем рик control п white автоматик виджет так зубы теперь вяжем выбираем зубы выбираем рик заходим в post mode выбираем вот эту косточку верхнюю control п это будет бон следом делаем делаем то же самое значит с нижней челюстью назначаем на другую косточку бон обжиг мод выбираем персонажа заходим так выбираем персонажа выбираем кости и давайте еще раз control п на всякий случай перевяжем почему на всякий случай потому что подзабыл я значит что а блин думаю что я забыл я же это все не отзеркалил косяк edit mode думаю что то не хватает так выбираем все косточки которые находятся вот на этой стороне смотрим чтобы были выбраны все никакие не забываем единственном паде shift правая кнопка мыши x mirror x global перетягиваем так ушами не будем шевелить значит на уши кости не нужны выбираем опять персонажа выбираем значит глаза выбираем кости ctrl p white automatic виджет тройка на нампаде все тестим теперь персонажа заходим пост мод настраиваем inverse kinematic ctrl shift inverse кинематик так а вот здесь вот по костям значит где настройка вроде бы нет такой горячей да это constraint по моему нет так давайте на так на две косточки попробуем в принципе достаточно так следом ctrl shift c горячие клавиши inverse kinematic так а ну-ка если на две то тут уже будет маловато ну да на две маловато будет на три так погнали опять задние делаем на три передние делаем на две хотя тут тоже можно на три сделать тогда будет вообще он и ключица работать вроде лапа живее да давайте то все на три настроим а там в процессе если кому-то не понравится на три косточки на четыре то поменяете на две так следом настроим глаза выбираем вот эту косточку и через shift вот эту ctrl shift c track to косточка поднимается вверх выбираем y z все подключение так тут ctrl shift c ох ты ctrl z inverse kinematic врубил так ctrl shift c track to так y z проверяем ставим move вот глаза следят за значит своими направляющими так так тройка на нам плоде теперь нужно эти глаза засадить у нашего персонажа так вот получается загоняем загоняем в глазные яблоки и смотрим теперь внешний вид персонажа так ну вроде бы нормально но хотя можно наверно еще их чуть-чуть так 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 все работает все зашибись так 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 что еще тут давайте попробуем закрыть значит пасть так и потом подгоним значит наши зубы так теперь хвост настраиваем выбираем вот эту косточку вторую и первую через shift левая кнопка мыши ctrl shift c жмем inverse kinematic удаляем таргеты и считаем 1 2 3 4 5 6 ну давайте на 7 костей поставим так а ну ка на 8 так нормально так теперь что еще чтобы ничего не забыть давайте настроим вид костей end панель так и вот эти сразу выберем через shift и поставим кубы и все это дело уменьшим следом вот этой куб поставим косточки и прибавим так выбираем теперь бонгрупп плюс выбираем так а где она тут о тут выбор по другому идет видите не здесь вот значит значок а вот над каждой бонгруппой прикольно так красный цвет decision ага а что тут так выбирается значит дефолтная и и интересно как то тут значит не вся красная а все серые опа да тут интересно не ожидал а а как же она тут работает а как же она тут работает получается какую группу не выбираешь что будет серый цвет о приколюха приколюха decision так вот и 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 косточки надо с этим делом поработать поинтересоваться как это все дело делается тут так кость головы и тазовая кость это пусть будет тоже кубы чтобы знать что это управляшки так а эти все наверно заменю на финджеры так а это будет у нас сферы и в принципе настройка закончена так нос нам не понадобится пусть будет тоже сфера а вот эти челюсти будет у нас опять же финджеры побольше чтобы цеплять их потом вот так да сероватый значит получился персонаж его на а нет покраснели кубы так а ну-ка пардонте тогда это тоже будет красный а один серый выбираешь а он краснеет приколюха так ладно ведь и тогда все будут желтые так или наверно каким можно а ну-ка зеленым пока не выберешь теперь они серые ну давайте так как чё тут желтым цветом какой-то грязный вот это здесь чуть-чуть не есть гуд да так глаза девяносто девяносто так это у нас пускай будет какой-нибудь цвет какие-то балетные тут цвета ну ладно переназначим потом ну в этом как в блендере они поменяют свои цвета это сто пудей потому что там другая настройка так это что у нас о зацепил так вот такой получился значит львенок так здесь еще дополнительные значит пози вынесены видите все значит что это такое трансформы вот он инверский нематик может он перц пропагейт какой-то констейн а констрейн и наименование можно поменять все удобно все под боком так заходим в object mode и кстати сохраняется когда вот эта программа файл подходит и блендер и сюда в смысле в принципе блендеровский файл он и есть тут блендеровский файл так ну все на этом да львенок будет в группе можно его там будет скачать сделать попробуй анимации там еще что нибудь можно даже переделать продать отдать пользоваться можно моделями как вам угодно ну на этом все всем до свидания ссылка будет в описании пока